Аня создала новый антибиотик. Антибиотик считался эффективным, если он убивает не менее 90% бактерий из вредоносной бактериальной культуры. Поэтому Аня решила проверить, насколько эффективен ее антибиотик. Она ввела антибиотик в чашку Петри с вредоносными бактериями, подождала, пока он подействует, и попыталась оценить количество погибших бактерий. Для этого она случайным образом отобрала 300 бактерий и обнаружила, что 94% из них погибли. Затем она вычислила предел погрешности и выяснила, что общее количество погибших бактерий, скорее всего, превышает 90%. Итак, Аня пытается выяснить, сколько всего бактерий погибло в чашке Петри. Скажем, невооруженным взглядом нельзя определить, погибли бактерии или нет. И она пытается оценить общий процент погибших бактерий, сделав выборку из 300 бактерий. В выборке 94% бактерий оказались мертвыми. Это не значит, что во всей чашке Петри погибли 94%. Для этого еще нужно посчитать так называемый предел погрешности. И с учетом предела погрешности, она выяснила, что с большой вероятностью погибли свыше 90% бактерий. То есть на основе изученных 300 бактерий можно с достаточной уверенностью сказать, что вряд ли погибло меньше 90%. Теперь давайте ответим на вопросы. Какое исследование провела Аня? Аня оценивала некие параметры генеральной совокупности, в данном случае процент погибших бактерий. Она не могла узнать эти данные прямо. Ей пришлось сделать случайную выборку, а затем, сделав подсчеты, оказалось, что 94% бактерий в выборке были мертвы. После она использовала этот параметр для оценки всей культуры. В случае, если мы на основе случайной выборки пытаемся оценить некий статистический показатель для генеральной совокупности объектов, это будет выборочное исследование. Она провела выборочное исследование. Перейдем к следующему вопросу. Отвечает ли данное исследование на поставленный вопрос? На какой вопрос она искала ответ? Судя по условию задачи, она пыталась выяснить, эффективен ли ее антибиотик, убивает ли он вредные бактерии. И вы можете сказать, да, ее исследование показало, что с большой вероятностью антибиотик убивает свыше 90% бактерий, основываясь на размере выборки и учитывая предельную погрешность. Но если в чашке Петрии правда погибло пусть даже 95% бактерий, это не значит, что они погибли именно от антибиотика. Возможно, их убил пластик чашки Петри. Может, в чашке Петри было слишком холодно или слишком грязно, может, ее плохо помыли. Возможно, образец колонии бактерий был некачественный, и они погибли сами собой. Аня не может уверенно сказать, что именно ее антибиотик вызвал смерть бактерий. Чтобы точно сделать такой вывод, нужно провести эксперимент. Разделить бактерии на контрольную и экспериментальную группы. При этом поместить их в абсолютно равные условия, различающиеся только наличием или отсутствием антибиотика. Взять две чашки Петри, содержавшиеся, опять же, в одинаковых условиях. То есть одинаковое освещение, воздух, бактерии должны быть выращены в абсолютно одинаковой среде. Только в экспериментальной группе должен быть введен антибиотик. И если в экспериментальной группе большинство бактерий погибнут, а в контроле останутся живы, только тогда она сможет сделать вывод, что антибиотик действительно является причиной гибели бактерий, что мы нашли причинно-следственную связь. Так что она должна была провести эксперимент. Наиболее подходящим в данном случае будет статистическое исследование. Взять контрольную группу без антибиотика и экспериментальную группу с антибиотиком. Давайте посмотрим на варианты ответа. Получила ли Аня ответ на свой вопрос? Так, первый вариант. Да, поскольку она выбрала надлежащий способ исследования. Нет, этот вариант не подходит. Следующий ответ. Нет, поскольку она не может быть абсолютно уверена в том, что точное число погибших бактерий превышает 90%. Этот вариант я тоже не выберу, потому что даже если бы она была абсолютно уверена, что погибло, скажем, 95% бактерий, она не может быть уверена, что это из-за антибиотика. Они могли погибнуть из-за кондиционера или из-за грязи, или из-за яркого освещения в комнате. Рассмотрим следующий вариант. Нет, поскольку в исследовании не было экспериментальной и контрольной групп. Да, он подходит. И последний ответ. Да, поскольку она выяснила, что антибиотик убивает свыше 90% вредоносных бактерий. Опять же, даже если она знает наверняка процент погибших бактерий, она не знает, что они погибли из-за антибиотика. Это могло случиться в результате целого ряда других факторов. Если бы у неё была контрольная группа, в которой бактерии остались бы живы, тогда она могла бы сделать вывод, что её антибиотик действует. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них постараемся ответить. Субтитры создавал DimaTorzok